Такими страшными кадрами ДТП с человеческими жертвами уже никого не удивишь. С начала года только в муниципалитете произошло 202 наезда на пешеходов. 8 человек погибли, 203 получили травмы различной степени тяжести. Над тем, чтобы сократить количество подобных ДТП, в связке работает мэрия и госавтоинспекция. Дорожные полицейские ежемесячно проводят топографический анализ и предлагают администрации список первоочередных и мер на перспективу. Где нужен светофор, а где зебра? Очагов аварийности в Иванове насчитали 37. Например, здесь на перекрестке Лежневской и Велишской только в этом году произошло 5 наездов на пешеходов. По рекомендации госавтоинспекции администрация устанавливает на дорогах с большим количеством полос табло обратного отсчета, чтобы горожане точно знали, хватит ли им времени для того, чтобы перейти дорогу. Они бежали на перерез машинам, рискуя попасть под колеса. Таких табло обратного отсчета в этом году установили в количестве 70 на 35 переходах. Рекомендуют дорожные полицейские установку светофоров. Например, на улице Смирнова. Там ДТП с пострадавшими пешеходами тоже не редкость. В прошлом году мы также давали свои рекомендации администрации города Иваново о необходимости установки светофорного объекта на улице Смирнова, пересечения с улицы Пролетарской. И в этом году уже светофорный объект был установлен. Одновременно с установкой данного светофорного объекта будет ликвидирован пешеходный переход на улице Смирнова, который также является аварийно опасным. В администрации города отмечают, рады бы все пешеходы осветить и обустроить, но денег нет. В 2016 году на установку технических средств организации дорожного движения, знаков, разметки, ограждения, плюс содержание светофоров из бюджета выделили 28 миллионов рублей. На следующий год пока запланировано всего 12 миллионов. Хотелось больше денег на более такие организации и установку инновационных технических средств организации дорожного движения. Установку Г-образных опор, светофоров Т7, светящийся с индикаторами дорожных знаков пешеходный переход. Это установка ограничений пешеходных ограждений. Такие инновационные комплексы устанавливают у городских школ. Вместе с разметкой и лежачими полицейскими цена усовершенствования перехода почти полтора миллиона рублей. На 2017 год администрация подала заявку на обустройство 16 переходов в районе образовательных учреждений. Сколько подтвердят, будет известно весной будущего года. А еще мэрия меняет устаревшие синие знаки на желтые, размещает их над дорожным полотном, освещает перекрестки. Только в этом году сотню. Но люди продолжают попадать под колеса. Зачастую отмечают в ГИБДД по собственной вине. Из восьми погибших семеро переходили дорогу вне пешеходной зоны. Ходят в основном там, где удобно, не смотрят по сторонам, очень часто одевают наушники, одевают капюшоны. То есть просто не следят за безопасностью дорожного движения. Если говорим о пешеходных переходах, то забывают требования правил дорожного движения, которые предписывают, прежде чем перейти через проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности перехода. Из двух сотен треть ДТП произошла по вине пешеходов. Сотрудники госавтоинспекции призывают горожан быть внимательнее и осторожнее. А еще лишний раз не надеяться в условиях зимней темноты и снегопадов на водителей. Каким бы освещенным переход не был, тормозной путь от этого не уменьшится. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.